что такое офицерское собрание поскольку у нас завод военный было довольно много военных инженеров они имели звание военные соответственно и заседали они собирались в этом здании то есть это своего рода клуб где они устраивали вечера собрания заводские ну и как гласит вот эта табличка которая висит на здании что именно здесь 27 октября по старому стилю 9 ноября по нынешнему стилю 1917 года советом рабочих солдатских и крестьянских депутатов была провозглашена новая советская власть большевики поддержали призыв и ночью организовали митинг вот прямо здесь демонстрация в 3 часа ночи на красной горке михайловского собора собрали небольшой отряд добровольцев и отправили на защиту казани группа восставших из союза фронтовиков наступали на горную часть ижевской за реки не только по плотине но еще и на лодках передвигались через ижевский пруд в сторону колтомы сейчас там металлург у нас район находится вот так вот они двигались на лодках и за реки по пруду и тем самым чтобы окружить как бы на горную часть ижевска сам же штаб оставших находился где-то в районе татар базара нынешнего конечно же борьба шла прежде всего за завод собственно это сердце и ядро ижевска именно от завода все начиналось целью было как со стороны всех белогвардейских сил мятежников целью красных было владеть заводом оружейным заводом это крупнейший оружейный завод на территории российской империи который поставлял трех линейные винтовки винтовки мосина конечно здание президентского дворца здесь не было здесь вот вход был повсюду по периметру стояли часовые охраны которые стерегли склад оружейный склад ну а в годы первой мировой войны оружие здесь долго не залеживалось сразу старались отвозить на фронт дань арсенала это шедевр мировой архитектуры поистине мировой дело в том что дудем наш первый главный архитектор города ижевска спроектировал его в этом итальянском классическом стиле стиль ампир вот солнечные элементы повсюду лучи в августе 1918 года в самом начале ижевского антибольшевистского восстания секретарь ижевского исполнительного комитета степан холмогоров которому кстати говоря было чуть более за 20 лет к тому времени около 20 лет попытался бежать и устроить такую диверсию каким образом взорвать пороховой погреб чтобы вызвать суматоху панику и обезоружить противника то бишь мятежников судя по всему его просто поймали я думаю арсенал может и стоял просто где-то бы повреждены были элементы возможно я я так предполагаю ну и просто честно говоря мы не обладаем данным сколько пороха здесь было здесь похоронены погиб люди погибших в ходе жесткого восстания это самый именитый большевики ижевска вот именно здесь и фамилии обозначены вот холмогоров степан иванович она вот помнит холмогору вот та липа это деревце если что-то спросить о тех событиях восемнадцатого года я думаю можно спросить у дерева